Приветствую танкисты, у микрофона сноуфлекс. Обновление 9.8 вот-вот выйдет на кластеры со дня на день, скорее всего это будет в среду или четверг. И сегодня я хочу кратко затронуть то, что спойлернули нам разработчики и чего стоит ожидать. Поэтому наливай чаёк или кофеёк и усаживайся поудобнее. В первую очередь хочется сразу сказать, что обновление в целом довольно проходное, ожидать каких-то существенных изменений не придётся, но есть моменты, которые стоит выделить и сейчас мы о них поговорим. Во-первых, это перевод сразу трёх танков PBR качества. Это Progetto 65, немецкий тяж 9 уровня E75 и никому не нужный песок под названием Type B. Все три танка выглядят достойно, так вот только броня E75 вроде как должна поменяться и к сожалению не в лучшую сторону, но это неофициальная информация, поэтому на 100% утверждать я не могу. Также важные изменения в обновлении 9.8 это новые быстрые команды, обновятся как на сенсоре, так и на ПК. Не знаю станет ли удобнее, это всё нужно тестировать и смотреть уже по ходу событий. Запись реплеев после обновления теперь будет автоматически включена и лимит будет установлен в количестве 10 штук. Не знаю как вам, но для меня это очень важные изменения, ведь зачастую я просто забывал включать запись. И у меня было много ситуаций, когда я просто упускал кучу годных боёв из-за отключённых реплеев. Также по неофициальной информации, изменения ТТХ затронут такие танки как Т-34 и новоиспечённого Бизонта С-45. Первому должны наварять брони в башне, а также увеличить мощность двигателя, а второму чуть-чуть залатать НЛД. Как по мне, Т-34 давно устарела и логично, что разработчики обратили на это внимание, а Бизонты мне показалось слабой машиной, но уж как он будет играться, это мы увидим в обновлении. Также разработчики сполернули кучу новых камуфляжей и обвесов, а-ля у меня есть новая мигалочка или торчащий дымоход на несчастный Т-95. Не знаю как вам, но самым адекватным камуфляжем в ролике мне показался на борщи, а остальные же представлены в футуристичном стиле, на любителя. Также был анонс Эвента на слив ресурсов, где можно забрать скептера, а также поставить себе в ангар уникальную машину, типа новогодней ёлки. На самом деле тема прикольная и было бы здорово, если можно было постепенно кастомизировать таким образом свой ангар. На тест был отправлен новый топ чехословацкой ветки ВЗ-55, информации об этой машине пока нет и ждать его точно рано. Ну а на этом всё друзья, если ролик для вас был полезным, то обязательно подпишись и поставь колокольчик, для меня это лучшая награда, ну а я не прощаюсь и говорю до скорых встреч.